Эльчин Алиев один из героев Отечественной войны, отдавший жизнь за освобождение азербайджанских земель. С первых дней войны майор Алиев участвовал в самых ожесточенных сражениях и дошел до Шуши. До объявления победы и капитуляции врага он не дожил всего один день. Всю свою сознательную жизнь Эльчин Алиев посвятил военной службе. В дни апрельской войны 2016 года боевой офицер тоже был на передовой, отражал провокацию, затеянную армянскими властями. В 2017 году он ушел в отставку, однако после объявления войны раздумий о выборе уроженца оккупированного Губатлы не было. Майор Алиев отправился добровольцем сражаться за освобождение родного края. Профессиональный военный участвовал в боях за Физули Хаджавен Шушу. Как только муж узнал о войне, удержать его дома уже не могло ничто. Не было бы в мире силы, которая могла воспрепятствовать ему идти на фронт. Для него это было еще и делом принципа. И хотя в госслужбе по мобилизации ему предложили дождаться вызова, Эльчин потребовал зачислить его добровольцем и уже 1 октября был на передовой, рассказывает вдова майора Алиева, Тезайгюльхан. Уходя на фронт, Эльчин сказал мне, что я жена офицера и всегда должна быть готова услышать трагическую новость. Поэтому, когда позвонили его командиры, я сразу попросила сказать мне правду. Услышать, что муж погиб, было очень тяжело. Но помня свое обещание, я заглушила рыдание и стала готовиться к достойной встрече нашего шехида. Мы похоронили его 12 ноября на второй аллее почетного захоронения, говорит Тезайгюльхан. У шехида Алиева остались трое сыновей, которым он всегда говорил, что нашей родиной надо гордиться и, если будет необходимость, защищать ее от всех посягательств. Эльчин Алиев награжден медалями за безупречную службу первой степени, за безупречную службу второй степени, юблейной медалью 90 лет вооруженным силам Азербайджана и медалью за родину посмертно. Вечная слава, вечная память героям Азербайджана. Подготовлена национальная экспертная стратегия. Она будет представлена в ближайшее время. Об этом сегодня на заседании Милимеджиса сказал министр экономики Микаил Джабаров. Как отметил он, благодаря принятым правительством мерам по снижению воздействия пандемии на людей и поддержке принимателей в пострадавших от пандемии отраслях удалось смягчить экономический спад. Средства, поступающие в государственный бюджет по ненефтяному сектору, составляют 70% от общего поступления. 811 предпринимателям выданы льготные кредиты на сумму 112 миллионов монатов, за счет которых созданы условия для создания новых рабочих мест, подчеркнул Джабаров. В целом, в 2020 году экономика Азербайджана адекватно отреагировала на внутренние и внешние шоки. Об этом на сегодняшнем заседании Милимеджиса заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов. Председатель ЦБА отметил, что возвращение к траектории устойчивого экономического роста, начало работ по восстановлению освобожденных территорий являются сейчас основными задачами. В следующем году бюджетные расходы направлены на контрциклическую стабильность. Рост дефицита бюджета в последние годы вызывает определенную обеспокоенность. Его финансирование посредством нестабильных источников дает основания говорить об этом. Возникает необходимость финансирования дефицита бюджета за счет более устойчивых источников. Мы прогнозируем инфляцию в пределах 3-4% в следующем году. В последние дни распространяются слухи в прессе, стараются создать ожидания девальвации. Сегодня в Азербайджане нет никаких оснований для девальвации. Я призываю наше население не верить таким слухам, сказал Рустамов. В Азербайджане прогнозируется рост среднемесячной заработной платы. Об этом, как передает канал 13, заявил министр экономики республики Микаэл Джабаров. Учитывая продолжение на рынке труда процессов по обеспечению прозрачности, в 2021 году средняя месячная зарплата прогнозируется в размере 727 монатов, сказал Джабаров. В целом, экономическая стабильность в Азербайджане в условиях глобального кризиса из-за пандемии коронавируса сохранена, отметил также он. Несмотря на сложности, в 2020 году удалось укрепить финансовую базу макроэкономической стабильности в стране и, вопреки снижению из-за пандемии, экономика продемонстрировала высокую стабильность, добавил Джабаров. При этом он признал воздействие введенных военного карантинного режима на экономику страны. Наряду с этим глава Минэкономики заявил, что будут предприняты шаги для того, чтобы, освобожденные от оккупации территории республики, вынесли свой вклад в экономику страны. Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваизи объявил о создании совместной экономической комиссии между Ираном и Азербайджанской республикой в середине января. Напомнив, что заместитель премьер-министра Азербайджана Шахим Мустафаев посетил Иран во вторник, Ваизи отметил, что среди наиболее важных договоренностей, достигнутых в ходе поездки, были строительство новой электростанции в Нахчеванской автономной республике и моста в Астарачае, а также участие иранских компаний в реконструкции освобожденных районов. По его словам, после окончания военных действий между Азербайджаном и Арменией, условия изменились, и использование новых условий требует переговоров по нескольким вопросам. Согласно достигнутым договоренностям, через три недели решено создать в Тегеране совместную экономическую комиссию, сказал Ваизи. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Как передает канал 13, об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму. Президент России Владимир Путин отметил личный вклад главы республики в упрощение отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Азербайджаном. Весьма велик ваш личный вклад в упрощение отношений стратегического партнерства между нашими государствами, рассчитывая, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях, говорится в Телеграме. Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире активно растет. По состоянию на утро 24 декабря число случаев заражения опасной инфекцией достигло 79 миллионов 57 тысяч 616. В целом из-за COVID-19 скончался 1 миллион 737 тысяч 751 жителей планеты. Число победивших опасный вирус возросло до 55 миллионов 648 тысяч 937. Наибольшее число случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в США. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 18 миллионов 79 тысяч 152. Далее следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция и другие страны. Президент США Дональд Трамп в среду наложил вето на закон об осигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовые годы и отправил его обратно в Конгресс. В заявлении президента США говорится, что законопроект не включает важнейшие меры национальной безопасности и содержит положение, которое не уважает ветеранов и военную историю страны, а также противоречит усилиям администрации США вывести Соединенные Штаты на первое место в сфере национальной безопасности и внешней политики. Это подарок Китаю и России, заявил Трамп. Оппозиционный кандидат на пост премьера министра Армении Вазге Манукян недоволен армянским народом из-за пассивности. Соответствующее заявление он сделал в ходе акции протеста у здания правительства, где сегодня проходит в последнем 2000 году заседание Кабмина Армении. Манукян считает, что Пашинян преступник, который должен находиться в тюрьме. Если бы у здания правительства было 100 тысяч граждан, вопрос отставки Пашиняна был бы решен. Но люди сидят дома, отметил он. При этом Манукян заверяет, что оппозиция продолжит борьбу независимо от того, сколько человек примкнет к их акциям.